Футбольный клуб Урал Футбольный клуб Урал Мы все знаем, что в России очень сильные команды, которые выступают на хорошем уровне в Европе, поэтому в основном только позитивные вещи, только приятные какие-то моменты, свои воспоминания, которые я также принял во внимание, принимая решение перейти в команду. Что уже знаешь про Екатеринбург? Я знаю, что... Пока, конечно же, тяжеловато сказать. Знаю, что это большой город, достаточно новый, современный, что там будут проходить матчи чемпионата мира. Но для остального знакомства мне нужно уже приехать туда и самому все узнать. Ты крайний полузащитник, а на каких еще позициях можешь сыграть? Да, формально я фланговый полузащитник, но когда был молодым, играл и десятого номера под нападающими. Вообще, в принципе, могу сыграть на любой атакующей позиции, но мне более удобно играть слева. Как тебе первые дни в новой команде? За те несколько дней у меня самые приятные впечатления остаются. Очень хороший коллектив, приятная атмосфера, хорошо меня приняли, и я думаю, со временем мне станет еще лучше здесь в команде. В какой физической форме сейчас находишься? Я в хорошей форме. Не могу, конечно, сказать, что на 100% я готов, но очень близко к этому, потому что я прошел все сборы со своей предыдущей командой, и поэтому мне сейчас нужно небольшое время только, чтобы набрать свои оптимальные кондиции. Ты выбрал 58 номер, это случайный выбор? Something Connected. Да, это номер, связанный у меня с моей матерью, это год ее рождения, и я под этим номером уже играю 3-4 года, поэтому сознательно задавал вопрос именно про этот номер. Как твоя семья восприняла переезд в Россию? Семья, конечно же, приняла мой выбор, поддержала меня, потому что они знают, что такова жизнь футболиста и его семьи, что неизвестно, где ты можешь оказаться, но также они с оптимизмом смотрят на то, что они приедут в Россию, потому что Россия это очень хорошая страна, и мы уже хотим приехать в Екатеринбург, обустроиться там, снять квартиру, чтобы адаптироваться к жизни в городе. Они смотрят на это, и я смотрю на это. Субтитры сделал DimaTorzok